Всем привет друзья! Сегодня несколько слов о приборе от Казанского оптико-механического завода модели BPC 5 8 на 30 соответственно бинокль поставлялся вот в таком вот жестком кожаном кофре стоит отметить что эта модель 93 года то есть это уже не советского изготовления прибор а российского изготовлен в октябре 93 года на тот момент бинокли от казанского оптико-механического завода поставляли еще в жестких советских кофрах то есть комплектация была практически советская давайте рассмотрим прибор более подробно кофр на застежке таким образом открывается откидываем крышку далее в комплектацию входил такой вот кожаный нашельный ремешок с пластиками заклепками фиксирующими извлекаем сам прибор из футляра и соответственно футляр футляр с внутренней синей обширкой обширкой синей мягкой ткани внутри соответственно имеет наплечный ремешок также кожаный в котором в котором удобно пользоваться перед при переноске прибора берем сторону и соответственно давайте рассмотрим сам прибор фактически по конструкции это еще абсолютно советский советская модель хоть и носит индекс уже м то есть bpc 5 вот здесь вот маркировка на торцевой крышке слева bpc 58 на 30 м и соответственно надпись латиница изготовлена в россии маркировка абсолютно еще советская то есть это не байгыш современной маркировка где указаны данные и на левой торцевой крышке и на правой здесь еще абсолютно она старая в рамке название модели указано индекс далее серийный номер на 93 начинается с 93 год еще какие отличия прибор имеет от более современных моделей это то что у ней у него торцевые крышки передние вот передние пожалуйста и задние крепятся на винтах по одному винту но это значительно повышает надежность крепления на современной модели bpc 58 на 30 винты уже отсутствуют и крышки крепятся только на герметике и за счет прижимной силы объективов либо направляющих окуляров вот такое основное отличие от современной модели также еще чем отличается эта версия начала 90 годов от более современной то что в ее конструкции использованы бакелитовые наглазники сейчас идут резиновые уже более глубокие наглазники которые уменьшают сожалению поле зрения прибора а здесь мы видим еще бакелитовые наглазники конусного типа такого достаточно неглубокие у них неглубокая посадка поэтому поле зрения они фактически у прибора не уменьшают естественно немножко тоже срезает но не так сильно как на современных резиновых наглазниках это происходит то есть заявлены 150 метров линейного поле зрения у этого прибора замечательно наблюдателя они фактически обеспечивают естественно если снять поле зрения станет чуть выше но наблюдение будет не столь комфортным из-за наличия уже боковых засветок также интересная особенность прибор имеет надежную систему фокусировки пожалуй она сама надежная из всех отечественных приборов наблюдательных которые имеют центральную фокусировку неприхотливая при определенных условиях не боится воды пыли внешних воздействий температурных перепадов совсем с этим с легкостью справляется прибор ну конечно в умеренных пределах если его поместить в воду то естественно это уже неестественная среда и прибор выйдет из строя следительное время и ухранить в влажной среде давайте пробежимся по характеристикам прибора соответственно диаметр объектива составляет 30 миллиметров увеличение 8 крат о чем сказано в маркировке прибора далее удаление выходного зальчика составляет 12 миллиметров достаточно небольшой показатель угловое поле зрения 8,3 градуса углового поля зрения очень хорошая широкая линейная соответственно 150 метров на 1000 пределы разрешения тоже очень хороший 6 угловых секунд коэффициент усиления света составляет 14,06 тип призм тип призма переворачивающих пара и соответственно габаритные размеры длина 120 миллиметров ширина 160 миллиметров и высота 50 миллиметров прибор то есть прибор очень компактный фактически можно в карман поместить его и переносить кармане куртки если карман достаточно большой и вес прибора также небольшой 620 грамм то есть прибор легкий компактный и удобный для проведения наблюдения отличает его высокое качество изображения традиционно для всех казанских приборов то есть изображение будет резко с высоким разрешением достаточно ярко при наблюдении в светлое время суток и в условиях пониженной освещенности для ночных наблюдений он уже будет слабоват тут требуется побольше светосила но для скажем так для каких-то экстремальных условиях когда в поле зрения есть и источники света даже минимальные будет достаточно чтобы разглядеть какие-то детали то есть яркости будет достаточно у этого прибора естественно картинка радует глаз дисторсия минимальная хроматические аберрации присутствуют то но тоже на минимальном уровне допустимом гостами и можно сказать что прибор отличный сохранил все все советские традиции старых советских приборов казанских и в его плюсы можно отнести компактность естественно малый вес отличное качество изображения минусов прибора практически нет прибор надежный неприхотливый доступны по цене поэтому рекомендую покупки и интенсивно использованию металлический корпус достаточно прочный износостойкий поэтому своего владельца он случае покупки будут радовать долгие долгие годы и соответственно покажет себя только с положительной стороны на этом все подписывайтесь на канал хорошая оптика впереди много интересного